Это дом, в котором живут Саша и Валя тоже. Так получилось, что они оказались на улице, никому не нужны, и мы вместе сможем помочь им. Дедушка умер, и меня выгнали, сказали, что это не мое. И пришлось забрать детей без ничего. Потом я познакомилась со Станиславом, ну и мы когда разговаривали по поводу того, что у меня жить негде еще с двумя детьми, и он помог нам сюда заселиться, в этот дом. Привез мебель, привез посуду, все, что нужно на первое время. А постепенно потом помогал нам и дрова, и брикеты, ну и пайки с продуктами. Реально я могла с двумя детьми остаться на холоде и на голоде, потому что никому не нужна. Ну, ни своим родственникам, ни близким, ни подругам, некому было обратиться. А вот Станиславу позвонила и отреагировал, помог моим детям. Огромное им спасибо. И он старший мой, ну, Ярик, тоже благодарен. Обстановка тяжелая, но это тот вариант, который мы смогли найти. Осенью мы смогли взять, но здесь туалет на улице. Это очень тяжело для детей. С зимой особенно. Нам нужен больше дом. Нам нужен дом двухэтажный, или больше, чтобы комнат было. Чтобы было место, куда положить овощи, продукты. Потом, чтобы была игровая комната для детей. Чтобы заниматься с детьми, потому что нужно и к школе, после школы занимались дети. Чтобы немножко больше на улице было места. Потому что дети, они нуждаются в опеке, в заботе, в правильном проведении времени. И чем лучше они проводят время, дети, тем они лучше вырастут. Это будут хорошие дети, хорошие вырастут взрослые будут, мужчины и женщины. Спасибо Станиславу, что он нас взял, протянул руку помощи нам. Потому что мы сейчас живем и тоже хотим, конечно, развиваться. И если бы не эти люди, если бы не Станислав, я даже не знаю. У меня был уже такой пик, что я уже хотела вообще просто с ребенка просто даже вообще броситься в воду. У меня такое уже было разочарование, отчаяние. Потому что не было нигде помощи. И спасибо Станиславу, что он вот так вот протянул руку помощи. И мы сейчас хотим развиваться, работать. Уже вот находим таких тоже людей, чтобы помогать им. Но нам нужен, конечно, больший дом. И чтобы это был наш дом. Потому что мы сейчас арендуем эти дома. И нам так, ну то мы здесь, то нас опять переселяют. А когда оно свое, то это есть свое, конечно. И мы бы очень хотели и ищем сейчас. Меня зовут Маша. Я нуждалась в вещах, я нуждалась в еде, в общении. И что просто кто-то меня согрел словом. Мы и с Машей вместе планируем, чтобы она тоже была с нами. У нее двое детей. Сколько? Ксюше 8 лет, Еве 6 месяцев. 6 месяцев младшей дочери и 8 лет. Вот так вот судьба сводит. Мы познакомились. И она нуждается в жилье. Она непонятно где жила, в каких обстоятельствах. Очень трудности были. Неправильно к ней относились. И унижали, и били, и к детям неправильно относились. И нам нужно жилье, большой дом, где смогут жить эти семьи или эти мамы с детьми. И мы сможем дальше оказывать заботу, помощь им на разном уровне. И духовную, и душевную, и эмоциональную, заботу с одеждой, в школе помогать. Субтитры создавал DimaTorzok